Чемпионат вооруженных сил России по боксу порадовал не только спортивными наградами, но и общением с главным тренером национальной сборной. Рязань – город спортивный. Большой спортфестиваль прошел в нашем городе. День физкультурника в Рязани. Не забудьте поздравить друзей и знакомых. На прошлой неделе завершился чемпионат вооруженных сил России по боксу на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка. Турнир получился весьма представительным и потому интересным для зрителей. Кстати, посетил эти соревнования во время проведения финальных поединков и сам главный тренер национальной сборной. Для участия в чемпионате вооруженных сил по боксу в Рязань приехало около сотни боксеров из армейских подразделений и знаменитых спортобществ, таких как, например, торпеда или циска. Этому турниру класса А присвоено имя прославленного боксера, олимпийского чемпиона в полутяжелом весе и нынешнего главного тренера сборной страны по боксу Александра Борисовича Лебзяка. Чемпионат вооруженных сил у нас уже в Рязани проходит пятый раз и с каждым годом турнир становится намного серьезнее. Приезжает много мастеров. Вот на данном турнире участвует 98 боксеров, из них 60 мастеров спорта, два мастера международного класса, ну а остальные кандидаты мастера спорта. Это уже говорит о уровне этого чемпионата. И понятно, что на этом турнире присылается звание мастера спорта России и выход на чемпионат России. А это очень престижно. И боксировать на чемпионате России для всех это очень такой стимул серьезный. И, конечно, радует то, что зрителей много здесь и училище помогает в проведении этого чемпионата. Конечно, хотел бы сказать спасибо и нашему губернатору Олегу Ивановичу Ковалеву, Министерству спорта и туризма, генералу Кольцевову Анатолию Георгиевичу большое спасибо. Ну и всем тем, кто принимал участие в организации этого турнира, я думаю, что турнир будет жить. Уровень выступающих спортсменов на открытом чемпионате вооруженных сил по боксу весьма высок. Ведь около половины участников имеют звание мастеров спорта. Но главный приз соревнований – это путевка на чемпионат России. А дальше, если спортсмен повезет, есть возможность пробиться и на международную арену. На данный турнир здесь проводится уже пятый год. Если он проводится не один год, а вот как в нашем случае пять лет, это означает, что уровень организации заказчиков устраивает. То есть это хороший уровень, который нас характеризует, как вот тех, кто помогает в данном виде спорта. Я так думаю, что для Рязани, для того, чтобы показать уровень мастерства, это очень хороший пример. И если молодежь будет у нас заниматься спортом, а не табакокурением и наркотиками, я думаю, что все от этого мы выиграем. Нынешний турнир проходит на базе спортклуба Рязанского десантного училища. Бокс для десантников был и остается одним из основных прикладных видов спорта. И обучение приемом рукопашного боя невозможно без знаний основ и навыков боевого искусства. Бокс нужен в обязательном порядке. Как вид единоборств, которые в армии, они дают солдату все. И в бою, и в атаке, и всегда в жизни оно помогает. И бокс – это один из основных вид единоборств, который должен быть в армии. Кстати, сейчас перед тренерским штабом десантных войск главнокомандующий ВДВ Владимир Шаманов поставил задачу подготовить боксера для олимпийской сборной страны. Это большой, тяжелый труд, чтобы подготовить спортсмена именно в высших достижениях. Не говоря уже чемпиона мира и олимпийских игр, это как бы мы смотрим. Ну, как бы это наша верхняя планка, к чему мы будем стремиться. Я думаю, на этой олимпиаде, в принципе, все реально. Ну, в принципе, основные задачи мы оставим на следующей олимпиаде. Открытый чемпионат Вооруженных сил России по боксу имени Александра Лебзяка продлится до субботы. 1 августа состоятся финальные поединки и церемония награждения призеров турнира. Открытый чемпионат Вооруженных сил России по боксу на призы Александра Лебзяка продолжался 5 дней. Легендарный боксер и главный тренер национальной сборной посетил Рязань в субботу и наблюдал за ходом всех финальных поединков турнира. После вот таких соревнований, чемпионатов, какие-то другие соревнования проводятся, то детишки, я говорю, и девочки, и мальчики, после каждого соревнования идет на плыв детишек. Это очень радует, поэтому здесь очень хорошо относятся к боксу непосредственно и Минспорт, и Федерация всегда взаимодействует с Федерацией бокса России. Ребята есть, я сейчас, ну, там, вот можно выделить из океана, других ребят. Но самое главное, чтобы они не бросали это дело, занимались, улучшали свое физическое и функциональное состояние и вдавали тот же пример детишкам, чтобы они шли в секцию бутбокса и занимались бутбоксом. По итогам чемпионата в упорных боях представители Рязанской школы бокса завоевали 14 медалей. 5 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград. Фраза «Рязань спортивная» – это не только абстрактная фигура речи, но похожая и реальный призыв к занятиям физической культуры широких народных масс. В нашем регионе, согласно последним подсчетам, почти 350 тысяч человек выбирают активный отдых или упражнения для развития мускулатуры своего тела. Большой городской спортфестиваль состоялся во время празднования 920-летия Рязани. В это воскресенье парковочную площадку перед магазином «Лента» на Барковском карьере оккупировали любители активного образа жизни. Здесь, помимо сцены, на которой разминкой и зарядкой для пришедших горожан руководили опытные фитнес-инструкторы, расположились несколько площадок. Получился настоящий спортгородок. Мне очень приятно видеть вас здесь, видеть, как развивается спорт в нашем любимом городе. И если много лет назад я сделала первые шаги и завоевала золотую медаль для нашего любимого города, то теперь в вашу очередь тренируйтесь, занимайтесь спортом, физкультурой. При этом буквально все спортплощадки пользовались в тот вечер вниманием зрителей. Так, на площадке по баскетболу мастер-класс провела московская женская команда «Максимум». Спортсменки сыграли товарищеский матч с мужским коллективом из Рязани, который, как и положено в таких случаях, завершился боевой ничьей. Демонстрировали приемы единоборств и юные дзюдоисты из спортшколы «Комета». Про мускулатуру мы думаем, конечно, меньше всего. Это все развивается само собой, потому что дети приходят в возрасте 8-9 лет. По достижению 18, естественно, она само собой уже появляется. Ну, конечно, прежде всего выносливость у них, морально-волевые качества, сила, ну и отношение к жизни, отношение к самому себе, отношение к другим людям. По соседству с дзюдоистами обустроили большое черно-белое поле, на котором прошла сценическая миниатюра из живых шахмат. Впрочем, любители интеллектуального искусства могли сыграть и за обычной доской. Здесь прошел сеанс одновременной игры одного из лучших рязанских шахматистов, международного мастера Владимира Васильева. С точки зрения квалификации рязанских шахматистов, вроде бы налицо улучшение, потому что стало много кандидатов, мастеров, много мастеров. А с другой стороны, массовость как-то потерялась, и по сравнению с теми же 80-90-х годами, в Рязани стало значительно меньше мест, где можно играть в шахматы. Было несколько шахматных клубов, а сейчас их полторы осталось. Здесь соревнований вроде бы стало ни больше, ни меньше, поэтому вопрос непростой, на него можно ответить вот так вот по-разному. В чем-то лучше, в чем-то хуже. Довольно много любителей силовых упражнений собралось вокруг жимовых станков. Там проходил квалификационный турнир по русскому жиму с участием ведущих спортсменов региона Андрея Змеенкова и Светланы Уколкиной. Большой интерес у гостей праздника «Рязань спортивная» вызвали из стенды сдачи норм ГТО. Прямо здесь, под контролем проверяющих инструкторов, любители спорта могли подтянуться, отжаться от пола, прыгнуть в длину с места или разбега, ну и выполнить гимнастические упражнения. Все мы знаем, что вышел указ президента, что внедрение в комплекс ГТО. Сейчас идет апробация по четырем школам в нашем городе. Но уже со следующего года каждый ребенок должен сдать и пожелания взрослой. У нас есть время подготовиться, показать себя в лучшей форме. Для молодежи это какие-то дополнительные баллы при поступлении, помимо здоровья. Для взрослого это продолжение активной жизни. Кстати, недавно были подведены итоги всероссийского смотра конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы, в котором Рязанская область заняла довольно высокое 16 место. Ведь 334 тысячи рязанцев по официальной статистике регулярно занимаются в секциях различными видами спорта. И еще о памятных датах. Нынешний выпуск нашей программы выходит в эфир в День физкультурника. Примечательно, что о достижениях рязанских спортсменов, тренеров и учителей физкультуры не забывают и на государственном уровне. То есть их труд по достоинству оценен и полезен для общества. Ну а то, что спорт идет на пользу здоровью горожан, не вызывает никаких сомнений. Как известно, в здоровом теле здоровый дух, а занятия спортом не только полезны, но и необходимы для того, чтобы быть действительно здоровым человеком. В современном мире технического прогресса очень трудно заботиться о своем физическом состоянии, что, естественно, сказывается на здоровье. И, несомненно, радует то, что в последнее время спорт становится одним из основных направлений современной жизни. Каждый год во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Профессиональный праздник всех тренеров, спортсменов, учителей физкультуры и простых любителей здорового образа жизни. Начальник сектора физкультуры, спорта и туризма Захаровского района со спортом вот уже много лет. И считает, что у подрастающего поколения есть все шансы вырасти здоровым и спортивным. Я скажу, во-первых, сейчас вводится комплекс ГГТО. Это очень большой паспорт для спорта. Так что, я думаю, все будет лучше. А вот молодое поколение подрастающего стремится к каким-то занятиям? Ну, как сказать, в школьнике очень даже здорово. Это входят секции. И вот такие от 18 до 29 очень активно занимаются спортом. Стоит отметить, что развитие физической культуры и массового спорта являются приоритетными в работе правительства Рязанской области. Для этого в нашем регионе создаются все необходимые условия. А вплоть до 10 августа во всех 29 муниципальных образованиях региона пройдут более 200 спортивных мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского дня физкультурника. В этом году мероприятия приурочены к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Участие в них примут более 50 тысяч рязанцев и гостей региона. И, конечно, всех, кто дружит со спортом, с праздником. Но если пока дружба не сложилась, ничего страшного. Начать вести спортивный и здоровый образ жизни никогда не поздно. И в завершении программы обзор самых ярких спортивных событий прошедшей недели. Екатерина Досейкина стала бронзовым призером. С 3 по 5 августа в Чебоксарах прошел чемпионат России по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 794 спортсмены из 65 регионов России. Воспитанница регионального центра спортивной подготовки с Дюшер Олимпийц, мастер спорта России международного класса Екатерина Досейкина стала бронзовым призером соревнований на дистанции 3000 метров с препятствиями с результатом 9 минут 45,17 секунды. Тренируется спортсменка под руководством тренера-преподавателя Евгения Грачева. Рязанский спортсмен завоевал бронзу чемпионата России по тяжелой атлетике, который прошел с 27 июля по 3 августа в городе Старый Оскол. В соревнованиях приняли участие 149 спортсменов, мужчины и женщины. В воспитании Касимовской детско-юношеской спортивной школы лидер, мастер спорта России международного класса Сергей Бондаренко завоевал бронзовую медаль соревнований в весе свыше 105 килограммов. Спортсмен тренируется под руководством тренера-преподавателя Сергея Валентиновича Бондаренко. Рязанцы стали серебряными призерами финальных соревнований седьмой летней спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каное. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены с 99-го, 2000-го годов рождения и в 32-х российских регионах. Степан Евпалов, воспитанец дюшер-олимпийцы, Сергей Немов из детско-юношеской спортивной школы лидер города Касимова завоевали серебро в каное-двойке на дистанции 1000 метров и стали шестыми в каное-четверке на дистанции 1000 метров в паре с Артуром Косоруковым и Сергеем Кабановым, также занимающимися в дюшер-олимпийц. Сергей Немов также занял шестое место в каное-одиночке на дистанции 200 метров. Андрей Косиков, воспитанник олимпийца, Павел Игнатов, Валерий Рожков, Александр Шибаров из лидера заняли пятое место соревнований в байдарке четверки на дистанции 500 метров. Валерий Рожков и Павел Игнатов также заняли шестое место в байдарке двойки на дистанции 200 метров. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными и здоровыми, ибо всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин